Президент в рамках рабочего визита встречился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азулы, которая с удовлетворением обозначила активную позицию Кыргызстана в вопросах сотрудничества с ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия человечества. Ну а Садр Джапаров заявил, что Кыргызстан готов и далее проводить активную деятельность в подмонатных областях ЮНЕСКО и вносить свой посильный вклад в развитие и продвижение ценностей организации. В Париже Садр Джапаров принял участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Вопросы экологии, сохранения биоразнообразия, обеспечения будущих поколений чистой, безопасной и стабильной окружающей средой, рационального использования природных ресурсов на основе принципов устойчивого развития остаются приоритетами для Кыргызстана, сказал наш президент. Кыргызстан, являясь высокогорной страной, не понаслышке сталкивается с проблемой таяния ледников, и прорыва опасности ледниковых озер в условиях изменения климата. В целях решения проблем горных экосистем Кыргызстан более 20 лет активно продвигает в рамках ООН повестку в области устойчивого горного развития. Как известно, в 2022 году по инициативе нашей страны и Италии была единогласно принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Устойчивое горное развитие». 2023-2027 годы провозглашены согласно документу к пятилетиям действий по развитию горных регионов. Кыргызстан на основе резолюции ООН при поддержке горного партнерства ФАО и других международных организаций разработал глобальный план действий по развитию горных регионов, сказал Садыр Джапаров. В качестве завершающего этапа горного пятилетия мы планируем проведение в 2027 году в Кыргызстане второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25» спустя 25 лет после первого саммита. Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех, принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. Надеемся на всемирную поддержку инициатив Кыргызстана на площадке ЮНЕСКО и совместное плодотворное сотрудничество по сохранению горных экосистем и ледников. Когда речь идет об экологических вопросах, ее испортить очень легко, а восстанавливать немного труднее. Сейчас страна принимает и разрабатывает ряд стратегических документов по сохранению экологии и биоразнообразия, что говорит международному сообществу о приверженности страны к сохранению экологии, заявляют эксперты. То есть, с одной стороны, как я уже сказала, это знак, это сигнал международному сообществу, что Кыргызстан активно развивается, что Кыргызстан разделяет, что Кыргызстан очень глубоко понимает вот эти приоритеты, которые сегодня, наверное, такими яркими огнями в международной повестке играют. И, конечно, для внутренней политики это тоже огромный сигнал для того, чтобы министерства и ведомства, гражданское общество, международные организации объединяли свои усилия и реализовывали меры и инициативы по достижению тех целей, о которых говорит президент. С высокой трибуны президент напомнил о нематериальном культурном списке, которые были включены в список ЮНЕСКО от Кыргызстана. Кыргызстан предоставлен в списке всемирного наследия тремя историко-культурными и природными объектами и 13 элементами нематериального культурного наследия. В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесено уникальное устное наследие кыргызского народа, эпическая трилогия «Манас Семетей Сейтек». Дамы и господа, разделяя принципы ЮНЕСКО, основанные на идеях высокого гуманизма, толерантности и развития диалога, Кыргызстан стремится внести свой посильный вклад в деятельность организации. Наша страна имеет богатый экспертный потенциал в областях деятельности ЮНЕСКО, который успешно применяет в работе в межправительственных комитетах ЮНЕСКО. А мы напомним, что в рамках рабочего визита президент также примет участие в саммите по вопросам полюсов и ледников «Одна планета». Вместе с этим у президента запланирован ряд встреч и участие в бизнес-форуме.